да здравствуйте здравствуйте друзья у нас я смотрю уже 25 человек я мяукнуть не успел вот только запустился уже нас тут 25 человек салям алейкум говорят здравствуйте здравствуйте алейкум коли не шутишь значит доброе утро вечер здравствуйте михаил здравствуйте все здороваются а я еще знаете сзади компьютер поставил чтобы в нем смотреть нашу трансляцию и там комментарии ваша не более крупные еще задержка немножко идут давайте может быть повернул чтобы вам видно было мой экран немножко так может быть я не знаю вам так видно что матери не очень надо выключить звук вот таким вот таким образом так это честно говоря мне там подсвечивает и даже не уверен что это надо делать миша привет пишут нам здрасте не видно пересвечено до киев с нами видео жилетку на экране жилетку вот 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 жилетка чертом на экране все видно хорошо ну и ладно ну ладно очень хорошо вот я думаю время такое может народ какой где не знает чем заняться дома я вот развлеку нам говорят добрый вечер сейчас я чёчки другие попробую это вам привезти из майами что вам привезти из майами я даже не знаю солнышко там чё там есть майами доброй ночи а вы дома дома я дайте дома мы в пятницу будем ну давайте в пятницу в понедельник будете в офисе я буду в офисе тут жена говорит что-то меня вообще не будет а что так а светлана ведь что в пятницу меня вообще в офисе не вот свет а завтра и к десяти добрый вечер говорят вообще пятницу не будет так а как же ну тогда понедельник уже понедельник приедем ну как же я да не знаю а где мы будем свет ну вот если хотите в субботу приезжайте к нам санта крусть на дачу вот мы там пойдем погуляем поболтаем вот может быть это неплохая идея там там хорошо так что у нас там что-то у нас и лайк немного и так вопросов нет но чё вам рассказать я не знаю добрый день из владивостока и из русалима вот насколько понимаешь владивосток от и русалима не близко а вот в одно время нам пишут skype по поводу английского в онлайн обучение а чего писал то про английский в онлайн обучение из алматы а в школе кто будет пятницу там есть народ вы чё там по полная школа народу да конечно обязательно будет на будет кто-то да там есть там есть сотрудники у нас софии обычно нет по пятницу вот но в данном случае меня нет ну еще у нас есть один педагог в отъезде по личным делам а так в общем-то много там где-то не 10 человек так 6 7 точно есть хватит уровня при интермедиат для изучения я даже слов таких не знаю при интермедиат после интермедиат значит берется человек живой может говорить или не может недавно вас узнал расскажите про вашу школу пожалуйста не ну чё там про нашу школу у нас вот есть канал этот самый силикон вал и войс у нас под каждым видео там много много ссылок в описании к видео и там есть ссылка на веб-сайт школы на этом канале есть плейлист про школу но очень-очень много чего я даже не знаю даже если ничего не знать просто на youtube зайти и самое и на ютюбе поискать там на портнов компьютер скул там я не знаю там очень-очень много всего зачем там теперь мы не секретные мы очень даже как как бы такие вот а школу для тех кто приехал в америку им нужно им нужно осваивать как-то на месте вот есть люди более-менее инженерные по характеру своему и вот они приходят там учиться на переучиваться на профессию который можно быстро освоить и платить неплохо вот собственно вся идея там дальше уже нюансы спасибо говорят нам я не понял за что спасибо но если горят спасибо я очень рад как бы очень доволен вот что еще сказать что да говорят что там знают ребят которые из нашей школы я посматриваю на экран потому что там задержкой идут ваши комментарии и они как бы сказать легче читаются все таки там большой экран такой дать и там хорошо читать так а у нас вообще откуда география но я понял иерусалим я понял владивосток я тоже понял с какого возраста можно учиться у нас самая молоденькая была девочка 16-летняя 17-летний бывают а так в принципе там ну не скажу до 70 но бывает что и под 60 тоже бывает ваша книга в германии стоит 48 евро так она и тут должна так стоит это что-то у них там глюк такой минск тверь красноярск да слушайте большой большая география сейчас выйдет сериал про валерия абадзинского смотрите нет я я помню абадзинского я как бы это в наше время все происходило потрясающе пил человек баранович и господи баранович и у меня есть дядя родной брат мать мама моей он закончил медицинский институт году 46 год он работал в барановичах так что мы баранович и помним очень любил баранович очень хорошо отзывался а потом уже в витебске жила потом в минске так вот как-то так у нас вот эта ветка мамины мамин брат и вот его семья они в беларуси жили в разных местах привет из краснодара бывали замечательный краснодар эти глаза напротив да эти глаза напротив да я так не спою но потрясаю голос голос невероятный был упал а если у вас идея издать в россии издать или пока посмотреть как пойдет а чего же она же издана нож по-русски она в виде файла сделано но в конце концов но хочешь отпечатай себе если тебе так хочется зачем ее издавать доброе время суток днепропетровск здрасте днепропетровск если кому-то в россии захочется издательству издать мою книжку пусть они себе издадут на здоровье и там заберут себе там те три копейки которые на этом можно заработать я не знаю я свою часть делал я ее вывесил а там уж кто читает кто нет онлайн курс и курс школе что лучше австралия прочитала книгу это ласточка при приятно ну понимаете даже палка двух концах онлайн курс дешевле из вьетнама нам пишут вот такушки онлайн курсы вы ну просто как бы совсем небольшую денежку вам не нужно никуда ехать жить вдалеке от дома там и так далее вы работаете потихоньку занимаетесь но там нет практики в компании вот собственно вот единственный недостаток который там есть это отсутствие практики в компании но это не не то что бош там здрасте вот мега здрасте много уважаем уже прям его много но я большой конечно много уважаем с такой пачкой воду да значит в этом в этом недостаток у меня бывают ребята из онлайн его класса они подъезжают чтобы практику пройти переводится на стационар и про практику проходит света здесь рядышком читает книжку мою дочитывает вот и я на них смотрю думать он приехал вроде вполне нормальные ребята могли бы идти работу искать но у них какое-то внутреннее такое состояние что им хочется пойти в компанию на практику еще проблема онлайн класса в том что там многие люди никогда не ищут работу они вот так сидят в классе знаете как страховку купил так вроде деньги заплатил вроде так на уроки надо похаживает нас уроки не делает вот я стараюсь делать полезное конечно но уроки не ходит так как то вот ну ну или даже ходит но но не делает заданий и бывает что половины класса даже резюме не не берет саша разговаривать на русском да да саша разговаривать на русском она иногда пытается вставить что это английском но как бы это пресекается из морозного саратова помилуйте а саратов ты чё морозный господи шо ж там такой даже не красноярск что там саратов там конечно виноград может и не вызревает хотя я не уверен в саратове виноград вызреваете в саратове виноград когда будет рецензия на книгу от светланы а она постоянно вот читает и говорит на вот вызревает виноград вечер помню мне рассказывали просто пока мороз а потом виноград будет вызревать будут чаще делать там на месте значит свет от тебя рецензия будет свет она гениально у нее такая рецензия все гениально а в красноярске очень даже неплохо около нуля градусов получается в саратове холодно но виноград вызревает а в красноярске тепло а виноград не вызревает видимо недостаточно тепло в течение года финансистов с мб и образование берут на работу без переобучения наверно берут я не знаю кем существенный тем может базово минимальным английским можно найти работу тестером теоретически можно но практически сложно вас измордует то есть будете ходить на интервью безуспешно и а то еще и не попадете на интервью сейчас надо сказать такое время что в основном все прилично говорят по английски кто работу ищет было время когда без адекватного английского было нормально вот середины 90 полно было народу так приедут из китая из советского союза моя твоя и вроде ничего говорили ну там есть команде кто-то русский там с ним будет разговаривать сейчас так нельзя сейчас все разговаривают более-менее сносто надо же интервью пройти с базовым вот пишут связь хорошая но я очень рад у меня вот картинка которая на моем экране вполне приличная при том что темно и у меня свет тут искусственный и так она вроде да такая вот история значит что еще сказать михаил доброго дня скажите а можно к вам в гости в школу приехать посмотреть познакомиться а как же вас целыми днями какие-то люди приезжают посмотреть и познакомиться и на уроках посидеть будет конечно разумно если вы предварительно позвоните и скажете я там такого числа приеду вам скажут да вот хорошо приезжайте с утра там или днем или вечером бывали случаи когда люди ну никак не могли выучить английский даже находясь в америке вы знаете что наверное это патология но это бывает я думаю что это бывает но в большей степени это бывает потому что люди не нуждаются так сильно в английском они работают в такой обстановке что их английского там вполне хватает хотя он и очень плохонький если бы они были в другой среде где требуется английский получше они бы наверное его лучше но просто вот они так живут в таком мире знаете где лучше не надо я сейчас камеру поправлю немножко ну-ка попробуем сейчас чуть-чуть камеру наклонить там лучше не надо вот они так и живут я думаю что поэтому хотя безусловно бывают какие-то патологические сложности вот но патология это же редкость это же не то что у каждого второго кто учил тот выучил тысячи людей живут но не учат но это правда тысячи людей живут но не учат насчет того что кто учил тот выучил наверное но но может быть не сто процентов но близко к тому да я вообще против того чтобы язык учить вот так как учить я за то чтобы учить в жизни you from ukraine я я из москвы я родился в москве у меня родители оба с украины но я я я сам из москвы так что еще но мне не пишут с задержкой там сообщение идет я его пропустил думаю это мне дам гетчу я там с украины в украине у меня отец из-под житомира на томичке черников есть такое место а мама из кременчуга полтавской области да а света моя супруга она из киева просто родилась киеве вот и мама ее киевлянка такая коренная а папы тоже из кременчуга как моя мама вы без головного убора или только на канале ну я думаешь сижу где же мне тут головной убор то то есть у меня конечно и дома есть головные уборы в машине у меня осталось феста турецкая мне девочка привезла из турции а вообще у меня шапки все в описи на работе есть если есть опыт не в штатах проще ли устроиться штатах да абсолютно безусловно опыт не в штатах он идет ну если у вас вообще нет работы в америке то он идет может быть как 80 на 80 процентов как американский а на 20 как не поймешь чего а если у вас уже опыт работы есть сша то весь предыдущий иностранный идет как американский легко у нас выпал без английского до сеньора не дорасти ну и по моему и чё же если уже выпами не дорасти так в америке совет какого да ну правильно они же там делают заказы зарубежные как подтверждается опыт честно сказать в основном на слово верят но если компания побольше то они по вашим этим записям вы заполняете такую форму и они обращаются в организации которые специализируются в проверке того что вы там пишите вот они обращаются в компании в университеты то есть это все проверяется на базе выше высшего программистского образования мы не учим т.р. тестеров мы учим тех какие есть если бы мы учили на базе программистского мама родная нет у нас такого нету на базе программистского но у нас в основном народ с высшим образованием тем не менее можно ли так сейчас письма рекомендательные не нужно новичков мало сейчас потому что английские есть новички но мало в основном у нас ребята которые приезжают и те кто уже годик два-три в стране и вот они уже доросли обучаем ли мы программированию или только тестирование мы получаем тестирование есть некоторая часть тестирования так называемая автоматизированная тестирование автоматически там нужно немножко кодировать чуть-чуть вот мы это чуть чуть немножко там преподаем но мы учим тестеров многие боятся избрания трампа как вы к нему относитесь? я думаю что ему не светит а что там боятся? я думаю что ему не светит ни при каких обстоятельствах Так мне кажется Я не боюсь Скажите, когда Светлана будет в перископе А чего я ей в перископе? Она может в любую секунду подойти в перископ А кому светит? Да посмотрим, не знаю еще Еще посмотрим А если человек официально не работал? Это про IT Я не знаю, что это официально или неофициально Знаете как? Вот вы пишете в резюме чего-то А следующий вопрос Как быть с подтверждением? Это следующий вопрос, он отдельно решается Фриланс, ну фриланс замечательно Показывайте свои проекты Я не вижу проблем с фрилансом Никаких проблем нет Если человек реально имеет какой-то опыт То всегда найдется способ его написать У меня настолько На секунду не возникает Проблем с этим в моем сознании Но каждое резюме Оно индивидуально пишется Это такой как бы Интпашив, понимаете? Это не то, что ты купил там ботинки 37 размера Надел и пошел Это интпашив Поэтому смотрится Вот есть человек, вот его опыт И дальше мы так под него уже правим Ой, как нам повезло Проскочить со славянским английским Ну бывает, да Миша, здравствуй, пишут мне Но я не вижу кто Честно, тут мелко так Вы не представляете Настасия Я сейчас посмотрю на компьютере Там покрупнее, может быть Не думаешь, кто же это там Так У вас там не пугают Big One Earthquake А, это Наташа 1979 Значит, Earthquake Я даже не знаю Ну, вот мы здесь 25 лет живем У нас тут ничего такого значительного не было Было в Лос-Анджелесе За несколько лет до нашего приезда В 89-м году В Сан-Франциско было Но это не было уже такое, знаете, громадное Подскажите, пожалуйста Стоимость обучения онлайн В какое время суток это происходит Ну, по местному нашему времени Это с 6 до 7 вечера Понедельник, вторник, четверг Стоимость 1000 долларов стоит Там 40 занятий Там проекты делаются Эникейщикам сложно найти работу Здесь нет такого понятия Эникейщик Я не знаю, что это значит Это чисто российская такая Постсоветская реальность Поэтому до тех пор, пока мы Какими-то словами местными не назовем Я тогда не знаю, что это значит Вот Так что, может быть, какой-то начальном уровне Там СИСАДМИН даже Я не знаю, что там Эникейщик Не знаю, что это значит Это сленг Я думаю, что и в России Он не называется Эникейщиком Как-то еще называется Привет из столицы Сибири Нам тут Как у Сергея Из вчерашнего Перископа С апартаментом сложилось Ну, я не думаю, что какая-то проблема будет У него было там на выбор Я его не видел сегодня Немало значения в работе Имеет наличие аналитического чего-то Хочу задать вопрос Про переезд Куда давать вопрос? Вопрос можно здесь написать Можете в Ютьюбе написать в личку Логическое мышление Логическое мышление такая штука Что вот Я даже не знаю Есть ли какие-то люди У которых полностью отсутствует Вот, может быть, с нашей точки зрения Логическое мышление Которые согласятся с тем, что оно у них отсутствует Понимаете? Как сказать Есть у меня логическое мышление или нет? Это же очень субъективно Пишут, что я замечательный человек Ну, Наташа Вы меня замечаете Я вас замечаю Мы с вами замечательные люди Правильно? Мы заметили друг друга И мы все стали на этой почве замечательными Учусь колледжена-маркетолога После хочу ехать в Америку Востребовали там эту профессию Мой вам совет Если вы хотите ехать в Америку Вы сначала выберите профессию Которые там востребованы А потом уже едьте в Америку Привет Я не думаю, что нужны маркетологи Которые научились чему-то в Украине Или России И так далее Я не думаю, что это как-то востребовано И эта востребованность, скорее всего Закончится мытьем посуды в ресторане Или чем-то таким Так На одном из формах читалось Что на Project Manager Не нужно расти из Лида Сертификат И все так Там Понимаете историю? Если вы были Например Если вы закончили Американский университет По какой-то такой специальности По бизнесу И потом вы прошли сертификацию Там какую-то По Project Management Вас могут взять куда-нибудь Каким-нибудь там Начинающим Project Manager Для этого не нужно быть Лидом И так далее Да Могут Но В приличное место На приличную удобность Не возьмут Туда надо вырасти Ходит в сетях мнение Что вы блокируете Неугодные вам сообщения Наговорим про УС Наговорим про УС Я точно не могу ничего блокировать Как же я могу блокировать? У меня таких полномучий нет Наговорим про УС У меня Права Есть админские В разделе работа В разделе учеба И там где по финансам Но я уже года три Фактически Никак не участвую И крайне редко захожу Только почту в основном проверяю Поэтому Я не могу ничего блокировать По окончанию онлайн курсов Дается какой-нибудь документ Дается документ Ну конечно Как положено Я Наговорим про УС Я точно ничего не блокирую И даже если бы я хотел Я не могу Что касается нашего канала Я конечно Я посматриваю Чтобы не было матершины Чтобы не было склок Чтобы не было троллей И я хочу сказать Что если есть откровенные дебилы Уроды дегенераты Я извиняюсь за слова такие Я безусловно Не считаю что эта площадка Создана для того Чтобы они тут упражнялись В своих идиотизмах Так что пусть не рассчитывают Вот Может быть им это обидно Но я считаю что есть еще Вот весь остальной интернет Где им будут рады Вот А у нас как бы Я слежу за чистотой места Что теперь делать То есть не один нормальный человек Приличный Который Абсолютно любое мнение Высказал В приличной достойной форме Не может сказать Что его где-то забанили Или что-то такое Если он Как по форме По форме Что-то Как-то неадекватно Себя ведет То его конечно забанят И не только я Но практически В любом приличном месте Адекватном Он может при этом говорить Что его забанили За содержание Того бреда Который он там нес Но это не в этом дело Он даже может быть Разумные вещи Но если он там это говорит По форме Оскорбительно Там или как-то Вот для других людей Я Не нужно Как бы Он не может ни на что рассчитывать И в сегодняшнем ютюбе Сейчас есть фильтры Которые Позволяют Просто по ключевым словам Отправлять на премодерацию Сообщение Поэтому я уже Знаю У меня там этих слов Вот такая пачка У меня некоторые блогеры Там просят Чтоб я им Скопировал Дал Тоже они все поставили Поэтому Ко мне Я не то что там Кого-то блокирую А дело в том Что их сразу Отправляет робот На премодерацию Я даже и не Не вычитываю Этого ничего Даже если вы дали Сообщение В котором ссылка Вот просто ссылка На какой-то Ресурс Оно уже идет На премодерацию Автоматически Вот Поэтому я захожу туда Смотрю Что есть Там если Матершин какая-то Нарушения всякие И так далее Я просто удаляю Если там Ссылка И она мне не нравится Значит я тоже удаляю Если это ссылка И я не вижу В ней ничего особенного Значит я оставляю Вы не представляете Сколько народу ходит Которые Хотят пропиариться Оставляют ссылки На собственные ресурсы Ну вот такие Их очень много Вы просто этого Ничего не видите Потому что Я это Закрываю И блокирую И Ну просто Чтоб на него Никому не действовал Это ерунда Вот так что Есть разные формы Изощренности В продвижении Своих ресурсов На чужих ресурсах Скажите что-то по-украински Удает Здоровенький булы Здоровенький булы Вот пожалуйста Мне Света подсказывает Здоровенький булы Которогодына Так Думаю мы с вами Когда-нибудь встретимся Так а что же Это гора с горой Не встретиться А человек с человеком Повлияет ли опыт работы В РФ На приоритет Получения работы в США Я про приоритет Ничего не знаю Он вам поможет В том смысле Что вас позовут на интервью Если есть опыт Он вам поможет Отвечать хорошо на вопросы Если это хороший опыт То есть всякий опыт Даже международный опыт Он в общем-то До кучи Все очень хорошо Приоритетов Это понятия таких нет Людей не хватает Катастрофа Нет людей Что приоритеты А вы выпиваете А вы выпиваете Да не Ну какой с меня выпивок Да Дякую Там Дякую Гран мерси На ваше Дякую Так Значит Спасибо Говорят Я не пью Не курю Не Практически Не ругаюсь Передайте привет Своей прекрасной жене Света Тебе передают привет А Света вам ЛГД делает Хотите что-то Поменять в жизни Ой Вы знаете что Так же вы специально Так нет Презент можно отправить На адрес школы Который на сайте Портнов.ком Вот там есть адрес Вот мне все презенты Туда идут На школьный адрес Там доставка хорошая Значит Что касается Что там было в жизни Менять Я то как раз Боюсь Чтобы не поменялось Что-нибудь В общем то В неподходящий момент Так как сейчас Есть Хорошо Не всегда Было так хорошо Как сейчас Как вы себя чувствуете В свои 60 Это я так По паспорту 60 А так Мозгами У меня даже И мысли Такой нет Я себя чувствую Лет так На 45 На 46 48 Может быть Я чувствую себя Гораздо моложе Чем я есть На самом деле Это не только я Это очень многие люди Так Но в частности Поскольку вокруг меня Молодежи много Причем не такой молодежи Вот как Ну там 16-летняя А все-таки Ну такие 24 26 28 Вот я как-то К ним тяготею Сколько приносит Ютюб Денег Ну вот Наш канал Силиконвал и войс Потому что у меня еще есть Другие Силиконвал и войс Сейчас вот В связи с Пересчетом Коэффициентом Пересчета На Там Рублей Доллары И так далее Что-нибудь Так 270 Долларов В месяц Приносит Я не знаю Мне это так Баловство В целом Не то что Как-то Эти деньги Мне нужны Чтобы на что-то Потратить Но Это ведь Одна из фишек Ютюба Поэтому Интересно Я изучаю Ютюб Я изучаю Как работает Вся эта система Мне это очень интересно Как это зависит Вот деньги Например Как это зависит От просмотров Как это зависит От тематики Как это зависит От Чего еще Ну вот от всего От чего может зависеть Поэтому Я как Исследователь Очень много Просто времени Ютюб Забирает Вы знаете Что Ну это отдых Тоже Отдыхать же Тоже как-то надо И Очень много Радости Тоже дает Второй канал Англоязычный Да У меня есть Конечно Есть канал Портнофскул Вот Ютюб.ком Слэш Портнофскул Он англоязычный Еще у меня есть Англоязычный Называется Джоп Интервью Типс И там Их не много Видео Там Питок Вот Это как Работу Искать Отдельный канал Ну Они тоже Какую-то Денежку Дают Там Не знаю Пару тысяч Год Что-то С них Такое Капает Это Не было Сделано Ради Денежки Абсолютно Я вас Уверяю То есть Я меньше Всего В тот Момент Думал О том Что там Есть Какая-то Денежка Для Нормальной Денежки Которая Имеет Смысл Это Нужно Чтобы Там Миллионы Людей Ходили Каждый Месяц Там Что-то Такое Пора Собираться На работу Спасибо За Трансляцию Ну Поработайте Хорошо Знаете Как Мы Славно Поработали И Славно Отдохнем Вот Так что Вы Поработаете На работе Славненько Потом Будете Славно Отдыхать Можете Посмотреть Записи Значит Что Сообщение Пропустил Не хотите Давать Уроки Инглиша На YouTube А я Некомпетентен Давать Уроки Инглиша Я Абсолютно Не знаю Как Учить Кого-то Английскому Как Же Я Могу Это Делать Я Могу Работать На Английском Да Я Лекции Читаю На Английском Ну Резюме Пишу На Английском Читаю Пишу Но Чтобы Преподавать Все Я Читаю Как Знать Хорошо Предмет Как Вы Учили Английский Вот Так Я И Учил Из Жизни Никак Больше Не Учил В Школу Не Ходил Учебники Не Читал С Преподавателями Не Занимался Ну То Не По Нулям Мы В Москве До Отъезда Месячишко Занимались В Группе Приходил Преподаватель К Нам Домой И Собиралась Группа Таких Отъезжающих Там Америка Израиль Человек 8-10 Вот Она Приходила Нас Чему-то Там Учила Вот Я Так Ходил Но Она Меня Ругала Все Время И Не Не Покажет Свет Ты Хочешь Показаться Ну Хотят Тебя Видеть Ты Что Ты Думаешь Ты Ну Я Могу К Тебе Прийти С Камерой Не Надо Через Какое Время В УС Вы Уверенно Знали Английский Это Очень Интересный Вопрос Потому Что Ну Скажем Так Через Два Года Я Уже Работал Тестером То Я Более Менее Это Все Английском Начал Преподавать На Английском Примерно Через Полгода После Приезда Даже Раньше Я Учил Ночью Учил Что Сказать А Днем Говорил А Еще Через Два Года Я Был Менеджером Книгу Можно Взять На Халяву Она В виде Файла Доступна В Описании К Любому Нашему Видео Ну Из Последних Вот Вомите То Что Сегодня Вчера В описании К нашему Видео Там Написана История Нашей Адаптации Там На Форум Есть Ссылка На Форум А Есть Ссылка На Файл Вот Прямо Кликните На Этот Самый И Будет Вам Книжка 700 Страниц Совершенно Бесплатно Мне Мне Важно Не Чтобы Она Продавалась Мне Важно Чтобы Ее Читали Я Поэтому Специально Я потратил Деньги Это Это Мне Стоило Денег Не Вам Поэтому Я Хочу Чтоб Читали Я Для Этого Писал Обожаю Вас И Светлану Пишет Нам Наталья 1979 Это У Нас Дочь Родилась 1979 Года Видимо Ровесница Нашей Дочери А Зовут Наталья Светочка Иди Сюда Там Вот Эта Штука Я Не Хочу Не Закрыто Стоит Ли Обучаться Тестированию В РФ До Обучения У вас Я Даже Не знаю А учитесь У нас Чего вам В РФ У нас Есть Курс На русском Языке Можете Учиться Там 20 Часов Я Не знаю Чем Отличаются Методики Отличаются Не то Что Методики Отличаются Учебные Заведения Есть Во всем Мире Только Одна Школа Тестирования Программного Обучения Программного Программного Обеспечения Обеспечения Заговаривать Которая Является Первой Школой В мире Вот Это Мы С вами Беседуем Вы Можете Учиться У человека Который Создал Первую В мире Школу Тестирования Программного Обеспечения А можете Еще У кого Учиться И Другие Не значит Что И другие Они Какие Плохие Но Если У вас Есть Выбор Я Я бы Не стал Учиться У третьего Или десятого Если Я могу Учиться У первого Я бы Так Делал Онлайновый Еще Как Но Конечно Одно Дело Видео Смотреть Другое Дело С живым Преподавателем Работать Особенно Если Это Практический Человек Особенно Если Он Вас Учит Именно Как Работать Не Теорию Теорию Вы Почитать Можете А Именно Практические Вещи Ну Конечно Хорошо Позаниматься С кем Я вообще Сторонник Того Что Лучше Всего Заниматься С Тьютором С Репетитором На Конкретном Проекте Вот У тебя Есть Репетитор У тебя Есть Конкретный Проект Ты Под Этот Проект Пишешь Тест Кейсы Пишешь Багри Порты Пишешь Себе В резюме Этот Проект Понимаете Вот Это И То Что Есть Экспириес Это То За Что Работу Дают Поним Массы Иди Сюда Иди Садись Может быть На мой Стул Я себе Еще Прикачу Иди Садись Разговаривай С народом Садись Ты Все Увидишь Нет Очков Я тебе Дам Очки На Тебя Очки Это Твои Вот А я Сейчас Подойду Значит Так Здравствуйте Всем Так Верик Я Сейчас К себе Подойду И Мы Может быть Там Мы же не можем Одновременно Вдвоем Говорить Тут Вопросы Тут Очень Быстро Сколько Это у вас Времени У нас Сейчас Одиннадцатый Час Сколько Важен Паспорт Не успела Прочитать Я ваш курс На русском Сейчас Прохожу В третий раз Берусь Но уже Сто процентом Комитетом Это видно Сто процентный Комитмент Да Добрый вечер Всем Вы знаете Что Хочу я вам Сказать Что я книжку Дочитываю Сейчас Миша Но я раньше Видела Какие-то Отрывки Но сейчас Она прошла Редактирование Конечно Книжка Просто Потрясающая Это Кладезь Вообще Мудрости Так что Я вам Советую Тоже Приобщиться Кладезь 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 Друзья Была такая Я всюду Напортачил Но это Неважно В целом Годится Значит Была такая История Про Брежнева Леонида Ильича Там Он Книжку Написал Ну как бы Написал Он там Надиктовал А ему Там Записали Издали И Вот он Там Идет И к нему Один из Политбюро Подходит Говорит Ой Какая книга Туда-сюда И там Еще Другой Говорит Вот Я сейчас Спешу Леонида Ильич Не могу Должен еще раз Прочитать Спешу Леонида Ильич Говорит Надо же Смотри Как Книжка Пригодилась Может пойти Самому Прочесть Раз Такое Делать Да Примерность Опер Я раньше Читала Она по-другому Воспринималась В перископе Люди Дуриком Приходят Со стороны Кул Это Как-то странно Написано Кул написано Видимо Человек из России Пишет Неправильно Прочитала книгу Клад мудрости Австралия Света В Австралии Читают нашу книгу А мы с тобой Там даже Никогда Еще не были Так вы Все сочинения Ленина Прочили Ну не все Наверное Я думаю Не все Я не все Но много Нет Ну все Там очень много Насколько важен Штамп в паспорте У меня 5 лет Отношения Просто Не важна свадьба Очень бедный вопрос Я думаю Так Что Штамп в паспорте Это зависит От того Мальчик или девочка Рассуждает Но Я хочу сказать Что Штамп в паспорте Это не столько Он в паспорте Сколько он в голове Вот я хотела Только что Это сказать И Значит Я могу сказать Там Женщине Мне нравится Твое тело Мне нравится Твоя душа Я с тобой Навсегда В том смысле Что пока Не надоест Вот Но Штамп в паспорте Говорит Что Я с тобой Навсегда Я Не хочу Никого Больше Я не рассматриваю Никого Больше И вот Есть ты И больше Для меня Нет никого Люди Бывают Со штампом Тоже разводятся Это другое Это другое Постой Но Момент Я думаю Так Что Это Человек Вот Есть религиозный брак Нет Вот Ты можешь Пойти в мэрию Ты можешь Пойти в советский Какой-то там орган Записи актов Гражданского состояния И вместо церкви Тебе вот это дадут Так вот Получается Такая история Пожалуйста Не надо Штамп в паспорте Пойдите Бывали Бывали Скандалы Бывали Штамп реальный Скрипляет Да Да Понимаете как Это в мозгу Действительно Ни же абсолютно Прав происходит Очень интересно Пора бежать на работу Дочь в каком возрасте Замуж вышла 24 года 24-25 Да Света Вы очень мудрый человек Удачи вам Спасибо Спасибо за ответ На ютубе Что делать домохозяйкам С решались прав на работу Чтобы не отупить Домохозяйкам Чтобы не отупить Изучайте тестирование В нашем онлайновом курсе Работайте волонтерами Как вы относитесь к экранизации Русской литературы Американским кинематографом Я отношусь к экранизации Всякой литературе Таким образом Что оно делается Не для того Чтобы досмотрели в России А для того Чтобы Шоколадные сердечки Да Сердечки спасибо А для того Чтобы люди Живущие в России В Америке Приобщились К Русской классике В том прочтении Которое есть Вот тут Спасибо вашему каналу На ютюбе Если вы думаете Что кто-то в Америке Когда бы то ни было Увидит вас Вашими глазами Это исключено Вот так же Как вы смотрите На американцев И Ваше видение Не имеет ничего общего С тем Как американцы Видят себя Сами Вот точно так же Они Вы не пытайтесь Значит сказать Взять себе Монополию На экранизацию Произведения Там Пушкина Достоевского И так далее Вы для себя делаете Они для себя сделают Да Это Другое воспринятие А как вы Французских Классиков Экранизируете Или там Я не знаю Какого-нибудь Канан Дойля У нее все в порядке У нее свой бизнес У нее все хорошо Она адвокат Она партнер В адвокатской фирме Вот Поэтому Вот так же Как вы смотрите Иностранную литературу Миша конечно главный А я помогаю Мы вместе Нет Ну ты главный Ну мы вместе Мы вместе А я только так Но я ее слушаюсь Ну пойдет Мы больше И я прислушиваюсь Я прислушиваюсь Но Вы знаете что Есть сферы В которых Решающее слово За Светой Например Вот допустим Строительство Вот когда мы строим Когда мы строим Что-то Решающее Слово За Светланой Ну Когда школа Вот Но все-таки Мы вместе Работаем в школе Но Решающее слово За мной Мы работаем На разных территориях То есть у нас нету Таких Больших пересечений Я работаю из дома А Миша находится Целый день в школе То есть у нас В принципе Мы имеем Очень мало времени Быть вместе Вот только Когда в перископе Вот в перископе Да Вот мы когда Дома оказываемся И то Мне нужно Какие-то видео Там может быть Поделать Вот вы представьте себе Что мы делали В воскресенье Да Сегодня Среда А в воскресенье Мы делали Три часа Трансляцию Со Светланой Она отвечала Она отвечала На многие Десятки вопросов Мне еще Нарезать же Все это надо Я же камерой Снимал То есть мы Всю трансляцию Повесили Но мне же Надо теперь На вопросы Нарезать Это у меня Может еще Неделю займет Может быть Две Хорошая пара Пример для многих Из нас Ну Дай бог Если пример Будет хорошим Там И так далее Вот Спасибо Что вы есть Интересно Приятно смотреть Друзья Поезжайте в Киев Или ждите Что за вами Оттуда приедут Вот как у меня Приключилось Вот Света приехала Из Киева В Москву Но я не приехала За тобой Нет Она приехала За мечтой Учиться Смотрите С внучкой Советские фильмы Человек с бульвара Капуцинов И так далее Внучка смотрит мультики Если мы говорим Про На русском языке Что-то такое Она смотрит мультики Как это называется Смешарики Не смешай Нет Она не мультики смотрит Почему Я ей специально показывала Какие-то фильмы На русском языке Она сейчас уже стала Добольно большая Что она смотрела На русском языке У нас Ну вот мы смотрели Приключения Карика и Вали Например Да ты что Это серьезная вещь Мы смотрели Шел по городу Волшебник Ооо Со спичками Со спичками Но ей понравилось Я знаю Что-то Как-то он такой Примитивный Сейчас кажется Раньше Да Маша и Медведь Маша и Медведь Она смотрела Да Она любит Чушь собачья Это Маша Такая мерзкая Вообще Не могу ее видеть Сама Ну это же Это же Как Не знаю Должен ли супруг Принимать Мой ведущий Кожный вектор А как же Он вообще должен Все с потрохами Принимать Не только Кожный вектор Гладить должен Конечно Нельзя Нельзя людей Переделывать Надо их принимать Конечно А что значит Должен А вы узнаете Какие у него векторы Да Вы так посмотрите Да Да Вот скажи А вот кожный вектор Хочешь его погладили Я сгладила связь Стала зависать А как она ее сгладила Утюгом что ли Сгладила Наверное Сгладила Она чем-то гладила связь Я не знаю Чем сгладила Я знаю Сгладить можно Все супер Со связи Все супер Со связи Ну хорошо Вот Что еще сказать Люди когда много лет Фильм Ролана Быкова Прелесть Ну Они очень хорошие Конечно У нас не так много времени Для общения Просмотра совместных фильмов Да Тогда я бы уроки сделал Покушать И уже все Да Я прошу гладить А он не любит Прикосновения Так он же будет вас гладить Руками А ему не нравится гладить Да Компромиссы надо искать Да А вы делаете то Что ему нравится Тогда он будет Отпуск Может ты еще не знаешь Что ему нравится Ну во всяком случае В книжке написано Как часто отпуск Куда едете Вы понимаете как Мы же люди свободные У нас Мы же сами себе берем отпуск У нас было время Полоса в жизни была Мы в год Ездили наверное В 5-6 Было время Вот когда мы С Никеном Со всеми конференциями Это не отдыха Это не отдыха Так и устаешь Но тут неделя Там неделя Но в принципе Мы ездим на дачу Поэтому мы очень хорошо Отдыхаем на даче Это очень близко Удобно И так далее Из поездок Вот мы сейчас ездили на Карибы До этого мы ездили в Мексику Да Миша родился в Москве Я родилась в Киеве И в 17 лет поехала в Москву Да Поэтому иногда мы так Куда-нибудь еще Можем поехать В Европу Можно вы тесты Можем Бородианскому прислать Ребята У меня столько тестов прислали И я честно говоря Даже не знаю Людей Я вижу много В этих тестах Правда Но я не знаю Нужно ли это А что такое дача В реалии в США Дача в США Это дом Обычный дом Жилой Который находится Не там Где мы тут живем А находится В 45 минутах отсюда На океане И мы туда едем Мы там ночуем Мы стараемся поехать В пятницу вечером Чтобы заночевать там Потому что там воздух такой Соль Йод Влага такая Почему именно в Москву Я поехала после школы Ну видите ли как Евреям в Киеве Сложно было поступить В высшие учебные заведения А в Москве были заведения Куда их брали Вот и все Нет Ну ты же не поехала в Иркутск Я не поехала в Иркутск У меня сестра в этот момент Жила в Москве Тоже закончила институт связи Да Вот И я собственно Селенаправленно поехала В институт связи У нее родители У нее папа связист И сестра закончила институт связи И родители ее послали к сестре Она жила Она жила у сестры первый год Первый год жила у сестры Меня никто не посылал И она к сестре А послали меня в институт связи А там я вот Мишу и встретила Я его себе как бы придумала Еще когда маленькая была Она хотела чтобы Задачки по алимпетски А с чем связано что тяжело было поступить Да не брали просто евреев Как только пишешь евреи Не берут тебя да и все Да Вот и все Вот значит Это страна такая была специфическая Где определенные категории населения Дискриминировали Да Вот У нас в классе было очень много евреев Все уехали Никто не в Киеве И до революции тоже дискриминировали Вот Это как бы так сказать Исторический такой момент Вот Но в этом есть большой плюс Да Все к лучшему на самом деле Да Все оказалось к лучшему Я бы тогда если бы я в Киеве учился Никогда Мишу не встретил С одной стороны Если бы нас никто не трогал Мы бы никуда не уехали Вот И были бы сейчас Пишут и сейчас дискриминируют Ну Сейчас может быть Другие какие-то категории дискриминируют Там я не знаю Тогда больше порядка было Знаете Вот все таки Советская власть Там коммунистическая партия И так она более-менее Такой порядок выстраивался Сейчас может быть у них больше Если антисемитизм То уже государственный Если да Антисемитизм был государственный То есть конечно Массы со своей стороны Они Шли навстречу Вот так же как сейчас Массы государства Они как бы сливаются В едином порыве С криком Мочи Кстати что интересно Советский Союз Первый признал Израиль Советский Союз Не первый признал Израиль Это неправда Значит это Было решение ООН Создать Израиль И Советский Союз Был один из инициаторов Это правда Но он не был первым Кто признал Это не совсем так Михаил вы Нет не состояли Нет я не состоял Не состоял Не участвовал Не привлекался Нет я не состоял Но даже если бы я хотел Меня бы не приняли Это было как бы понятно Да Вообще людей с высшим образованием Плохо принимали в партию Там у них были разнарядки Хорошо принимали рабочих Вот А инженеров Ученых принимали плохо Я сегодня слушал Николая Сванидзе Он рассказывал это Ну Сейчас это рассказываешь Знаете как вот там Лермонтов вот Да Писал Скажи-ка дяде Ведь недаром Москва Спаленная пожаром Французу отдана Понимаешь И вот в то время Они Ведь были же схватки боевые Да говорят еще какие Недаром помнит Вся Россия Бородина Бородина Понимаешь А сейчас он уже не помнит Куда Волга впадала А времени прошло Примерно столько же Вот Чем евреи были опасны Да они не были опасны Для власти Вообще Они просто выделялись Среди остального населения Не-не-не Но подожди Это политика Политика Дело же не в том Как они это оправдывали А чем евреи были опасны Для царского режима Ну ничем Но на самом деле Вся эта политика Пошла евреям только на пользу Они все уехали И живут в других странах И распрекрасненько Исторические хроники Николая Сванидзе Значит Есть историческая какая-то вещь Вот допустим Типа евреи Вот они виноваты Потому что Христа Ну вот про английский язык Дело в том Что на английском языке Мы общаемся по работе Не то что у нас Какой-то круг друзей С которыми мы Имеем общие интересы И нужно с ними Общаться по-английски А по работе Мы все производственные вопросы Но мы даже по-русски Когда говорим Мы не любим позднера Значит мы переключаемся Иногда на английский Даже когда друг с другом Разговариваем Когда темы какие-то Специфические У нас в школе Даже если он не соображает Ничего А уже заместителем Будет русский Или татарин Или еврей Который должен выполнять Всю работу Я просто Мне абсолютно пофигу Я просто что хочу сказать Что не нужно вообще Мозгами в эту сторону Двигаться Вот ты живешь в своей стране Там и живи нормально Он тоже еврей по отцу Ну бог ему в помощь Ребят мы не политизированы Мы не политизированы Очень рады Что уехали отца Вообще евреи Это вероисповедание Это не именно Генетический такой код Хотя может быть Там есть связь такая И сякая Но все-таки Значит Я не знаю Ну он генетически Полуеврей Ну дай ему бог здоровья Там я не знаю А мать француженка Вот А папа чекист Который значит Там шпионил Против Франции И Соединенных Штатов Ему за это вот Чего Ну нафиг Вот честно Да Я вам скажу так Это меньше политика интересует Причем любое Американское и российское Лучше спишь А это 100% Меньше негатива Я тоже Вот ты спишь хорошо Вот ты не интересуешься Своить Ты спишь хорошо В Калифорнии Красивые горы Бывайте так Бывают А вы вот каждую неделю На дачу через горы Едем Мы даже снимали Как-то в перископе Как мы через горы Да А если отец еврея Мама русская Я вам скажу Это отец еврея Мама русская И это не наоборот Вот Главное Чтоб был здоровенький Вот Вы ходите на массаж Она очень классно Ушла Ушла Добрый вечер Вот Добрый вечер Удачно выбрал время Сейчас по всей стране Зашкаливают температуры Такого давно не было На ютюбе Про блокчейн Какой-то Я не знаю Что это 40 по цельсию Какой ужас По цельсию Это летом Вот бывает Да Это очень редко Самая большая проблема В том, что у нас раньше Были всегда ночи холодные Все-таки с океана Дул прохладный ветерок И даже если днем было жарко Выдувало это все вечером А вот последние годы Ночи тоже очень жаркие И ничего не выдувает И ночью душновато, конечно А с кондиционером Не хочется Спать очень от него Я могу сказать Что вот этим летом Были дни Вот сегодня Посмотри Плюс 30 сакрамен Да Слушай Были дни Когда мы были На океане И было душно Вот так тоже Да Вирусную профилактику Мы проходим Мы прививки делаем И она помогает В Москве Очень теплая зима Спасибо за уроки По тестированию Вы изменили мою жизнь Я очень рад Надеюсь, что в хорошую сторону Я как бы так Каких блогеров Вы смотрите Вы знаете что Мы не смотрим Мы может быть иногда Посматриваем Ну то есть Так что мы уже Прямо смотреть Это у нас времени нету Но мы посматриваем Есть человек Там 5-6 За которыми Я посматриваю Я посматриваю В сторону Хвостович Там может быть Шушаник Флорида Флорида В следующий раз У нас Поэтому у нас У нас люди Находят работу Каждый месяц Мы их отправляем На практику Каждый месяц Они возвращаются С практики Каждый месяц Мы им делаем Резюме Каждый день Смотрю Особенности Философские Мне не так интересно Это такой процесс Про трудоустройство Как мне больше Интересный разговор За жизнь И я у него Стараюсь Эти вопросы За жизнь Чтобы мы ходим Мы вместе их обсуждали Пока на дачу едем Почему Перископ Чего в снапчат вещает В снапчат вещает Я не знаю Почему Перископ Вышло так Знаете Есть такой анекдот Как На собрании Вызывают Девушку И говорят Как же ты Маруся У тебя Дедушка И бабушка Токари И мотальщицы Сверлилищицы И родители На заводе Всю жизнь А ты И стала Валютной Проституткой И она говорит Ну что сказать Товарищи Повезло Вот Поэтому Спрашивали Тестировщик Если бы нудная работа Она не нудная Потому что Там очень много Разной работы Книги с автографом Тестпланы сочиняешь Тут ты тестируешь Нет Она не нудная Но Конечно Определенные качества У человека должны быть То есть Это должен быть человек Который любит С компьютером сидеть А не целый день Например Требаться Как некоторые Поэтому Это намек Да Значит Спрашивают Насчет книги С автографом Ребят Как будет книга Обязательно будем С автографом Так вы вопросы задавайте А то я Это самое Как только у меня нет вопросов У меня сразу попадает Этот самый Драйв И не с чем выходить Давайте вопросы Я подумаю Как получить платные проекты На ютесте На эту тему Очень много написано У меня На школьном Сайте На Портнов.com У меня Если сделать Слэш И написать Форум Форумс Значит там Это место Где студенты Обсуждают Разные вопросы И вот в этом Портнов.com Слэш Форумс Есть Под форум Называется Онлайн И в подфоруме Онлайн Есть дискуссия На тему О том Как лучше Делать На Ютесте Как лучше себя Спозиционировать И так далее Но Вы можете еще Поговорить с блогером Сашей Блэквиллом Сашей Блэквиллом Он хорошо На эту тему Рассказывает А если проверить Можно в компании Здесь или здесь Про вранье в резюме Да Нужно аккуратно Понимаете Врать в резюме Нехорошо Но Приукрасить Немножко Нормально Приукрасить То есть Если вы Никогда Вообще Ни слухом Ни духом Ни рылом Ничем То это Ерунда Это вам не поможет Но Если вы Допустим Делали на 3 копейки А написали на 25 И можете Поговорить на эту тему Бывает Он делал на трешку А поговорить на 10 копеек Не может Это отдельная проблема Понимаете Тоже ничего хорошего Есть люди Которые делали чуть-чуть А поговорить могут На 10 раз больше Если можете Вперед Вот я так считаю Надо квалифицированно Поддерживать разговор Что выиграли Гринкарту У нас ребенок И я тестер А я тестер Она ничего не умеет Ну послушайте Если она ничего не умеет Значит она будет работать За 10-12 долларов в час Делая что-то такое Что не требует Квалификации Одну секунду Они выиграли Гринкарту У них ребенок Пока вы приедете Вы будете работать тестером Жена немножко с ребенком Вы сразу ребенка Не отдадите куда-то У вас финансово Не будет получаться Немножко ребенок подрастет Она за это время Подучится И все Три года Три года Три года Уже можно в садик отдать Ну в садик Я уже не говорю о том Что жена Которая ничего не умеет Может пойти в садик Поработать тоже Да Как думаете Почему Наташа Квик не получилась Тестирование Да она не хотела Нет Но у нее Совершенно другие задачи Она абсолютно Не делала ничего Плюс ужасный курс доллара Плюс ужасный курс доллара Понимаете Наташе Хотелось посмотреть Что это такое И я же сразу Когда она к нам ехала Я же ей сразу сказал Что я с тебя денег не возьму Понимаете Она знала Что она едет Попробую По собственному опыту БС достаточно Да Боковар Да А то сильно умных Мы с тобой два разговора сразу ведем Ну я не знаю По-моему С вашей же дом А кто будет следующим президентом Какое наше дело Как разобраться с градусами Духовной Духовки А Духовки Я думаю Знаете что Я делаю все 400 по фаренгейту Оно Требуется Обычно 375 Да Но Я ставлю сюда 400 Нормально все получается От духовки зависит 375-400 Попробуйте 180-200 А здесь высокие градусы Значит США Это не высокие Это по фаренгейту Они просто другие Не встречался Я с Джейвисом Бэхом Нет Наташа на учебу Нет Не встречался Мы ходили по одному коридору Когда в Борлэнде работали В начале 90-х Но так как-то Не имел Помощь с печкой Но сейчас на гугле Можно любые температуры Пересчитать Читаем Для мяса хорошо Не могу разобраться По фаренгейту Нам погуглите Называется Конвертер Цельсия Фаренгейта Или фаренгейты Цельсия Зачем нам надо было Приглашать Наташу На учебу Ну потому что Возник разговор У нее возник интерес Я говорю Ну если хочешь Приезжай Ей хотелось приехать Она приехала Скачайте приложение Конверт какой-нибудь Я не знаю Это что? И муж ее поддержал Он говорит Езжай Давай посмотри Как в чем Ну если бы она Немножечко Я скажу так Что вот Если бы она сейчас Продолжала рассылаться Она бы 100% нашла работу Потому что у нее В начале Была слишком Такая большая Паника И слишком много Важности было В этом вопросе И она не могла Эту работу Но вот сейчас Она успокоилась Если бы она продолжала Процесс рассылки Езюмена 100% бы нашла Диплом могут потребовать Пока Надо искать работу Знаете Чтобы найти работу Ее надо искать Вот В этом смысле Она не уверена Хочет ли она Как с работой Мэнил Или все индусы Наталья Да полно мэнил Полно мэнил А больше мэнил Чем не мэнил Конечно Нужно намного больше Народушу пальчиками Все это передать Я не знаю Откуда про индусов Разговоры такие Но Есть полно Работы мэнил Есть полно Автоматизации Которая делается В Индии Это Никакой такой Связи нет Просто Что нас там Еще спрашивают Диплом Наш Наш Ценится в Америке Вы знаете что Никто его особо Не спрашивает Никогда Мы даже перевели Все дипломы На английский язык Никто никогда Не спросил За исключением Может быть Государственных Учреждений Вот там только Они может быть Понадобятся Но можете смело писать Бэтчелор Настолько все привыкли Что люди Не имеют диплома Американского И имеют еще Какого-то Развиваться в тестировании Если не соображаешь То По моему работе Можно идти на Лида На менеджера На проект менеджера На программ менеджера По моему Можно идти Под административной работе Не обязательно Писать код Это правда Кроме того Если вы работаете Немножко тестером То вы начнете Немножко делать автоматизацию Потом может быть Чуть больше делать автоматизацию Чуть больше делая автоматизацию Вы можете Потихонечку Если вы не соображаете В программировании Не выдумывай Вот я сейчас Об этом рассказываю Значит вы потихонечку Начнете автоматизировать Потом будете Лучше автоматизировать Потом может быть Какой-нибудь язычок Программировать Чуть-чуть Подхватить Не как программист А вот как тестер Я когда-то не умел чертить Я закончил институт связи Я чертить не умел И я проработал Три года В конструкторском бюро И на выходе Из этих трех лет Я очень прилично чертил Не как инженеры Вот механики Которые там делали Какие-то дизайны Но я очень прилично чертил Почему? Ну делал тут Между делом Одно другое Вопрос не так звучал Вопрос звучал Если душа не лежит В программировании Я вам скажу Я никогда не программировала Но в тот момент Когда я начала Работать тестером Был специальный софтвер Для автоматизации тестирования Назывался Visual Test На основе Visual Basic И потихоньку-потихоньку Я на нем научилась программировать Но конечно у меня не было задачи Ставить программистом И я понимала Что у меня квалификации Не хватит ничего Но вот через интерфейс Я это все делаю Но мне хотелось это делать То есть душа должна лежать Что сейчас тренде Что можно заставить Ну учите Пайтон Пайтон простенький Для автоматизации Учите Пайтон Очень хорошо Пайтон Но сегодня больше Скриптинг ленджи Это Пайтон и есть скриптинг ленджи Добрый вечер Как подтолкнуть мужа Поменять работу Очень маленький доход у него Это он сам должен У него должна быть потребность Нет, нет, нет Подождите секундочку Ему нужно создать условия Чтобы он сам захотел поменять работу Условия как создать Мы еще подумаем Может быть поговорим на эту тему Пишет Я вам люблю Ну спасибо Нам любят Нам любят Дикие животные Еноты Посещают ваш бакетон Вы знаете Посещают Мы на дачу Приехали И там эти Еноты А гоферов Эти сколько Гоферов Это суслики какие-то А с ними ведем Несчастную борьбу Все будем Чуть ли не бетонировать Да, друзья Тут эти Еноты Они же носятся Они хрюкают На бегу Они еще через заборы Лезают Большие коты Мало того Он так лезет через заборы А еще за собой Других лапой тянет Они очень любят возиться Снимите видео Очень любят возиться С мусорными баками Но это вообще-то Семейный очень вопрос Про поменять работу Машину не трогает Понимаете какая штука Я думаю Что у него нет В семье позиции лидера Позиции человека Который тянет Вот на себе Финансовую часть У мужчины и у женщины Разное наполнение В семье Мужчина это структура Да, все-таки он главный А женщина наполнение Поэтому Ваша задача Создать ему Такие условия Чтобы он себя почувствовал Лидером Если вы тянете Все на себе Ему остается только Лежать на диване И читать газету Да и ничего Он будет с дивана Подниматься Ты не знаешь деталей Он может быть абсолютно Счастлив на той работе Которая у него есть И вопрос денежный Жене денег не хватает Он абсолютно Самодостаточный Понимаете Понимаешь как Есть семья И у него есть Какие-то Видно финансовые проблемы Освоить тестирование По вашим видео Ситуация в семье Разная Я тоже так не могу Я могу сказать Самые общие вещи Что в принципе Женщина должна Супруга вдохновлять На подвиги Вот это самое главное Ты меня вдохновляешь А что я всю жизнь делаю Откуда я знаю Вот именно Вот видите как А он даже не знает Я в резине Моя указывала в школу Хоть и учился в русском Шунт Это Не понял Что там с шунтом Вот Значит Вдохновлять Ну когда есть семья Это пара Какая-то Сложившиеся Какие-то механизмы И женщина обычно знает Как Байпас Да Это байпас Слабые точки Я вам так скажу Что у нас в семье Мы наоборот Всегда друг друга поддерживали Во всех начинаниях И это на самом деле Очень важно То есть Я когда училась В аспераматуре Мне Миша Оказывал всяческую поддержку Читал мои опусы И всячески поддерживал И сейчас поддерживал А я его стараюсь поддерживать Потому что В том что ему интересно Вот так вот случайно Завязалась Уже втянулась В этот ютуб Тоже подсила На это Ваши финансовые образования Не поздно ли в 35 лет Уйти из финансовой сферы Войти Ну в тестеры Точно не поздно Спрашивают Не страшно ли было уезжать Оставляя родителей И думая Вот моих Что никогда Может быть Мы их не увидим Но они отказывались Ехать категорически Но понимаете Когда вы Уже взрослые Ваша ответственность Перед родителями В основном Проявляется В вашей ответственности Перед вашими детьми Вот так же Как ваши родители Вас растили Да И они отвечали И они отвечали за вас Вот так же Вы отвечаете За своих детей И вы возвращаете Своим родителям Заботу о своих детях А не наоборот Понимаете Поэтому Но мы уехали И мы через Две недели После приезда В США Подали на них документы И еще через полгода Мама позвонила И говорит Что они уже тоже Хотят ехать Да Была смешная история Они настолько Не хотели ехать Что Когда я Миша Предложил Говорит Давай мы на них Заполним анкеты На воссоединение Он говорит Да ты что Они не поедут Никогда Я говорю Ну так они не поедут Это же не повредит Ничего Анкеты Мы заполнили бумаги Они только позвонили И у них через два месяца Было на интервью Приглашено Да И я просто к чему говорю Что понимаете Какая история Дело не в том Что родители Увидеть никогда Или когда Дело в том Что вы должны понимать Что вы делаете И если есть кто-то Рядом с вами Кто тащит вас В гроб Вы должны сказать ему Ты знаешь что Я еще поживу Но это вы берете На себя ответственность Сказать Что я лично Должен пожить И у меня дети Им тоже надо еще пожить Я в гробу Оставаться не буду Вы знаете что Но с родителями Это особая статья Мы вот с Михаилом Бородянским Уже говорили на эту тему Это Да Родителей надо чтить Их надо любить Их надо уважать Их надо благодарить За то что они вам дали Свою жизнь Но в целом Вы движетесь В другом немножко направлении Ваша задача Это выполнить Свои обязательства Перед своими детьми А они должны выполнить Обязательства Перед своими детьми Но все что вы можете Для родителей сделать Максимальный уровень комфорта Может быть уход за ними Если допустим Они не в состоянии То конечно Это все нужно сделать Что спрашивают Я подарю тебе На день святого Валентина Света Разве я тебе не подарил? Еще нет Это было просто так Это было просто так Подумаешь там Действительно Какой-то там парфюм Там бог с ним Колитесь Ну Света Если парфюм у тебя уже есть Так Так может быть Что-то тебе еще подарить Шоколадку Шоколадку Цвесточки принеси Ладно Мы разберемся Со Светой С Валентинкой Вот вы нам сколько Сердечек тут надарили Да Тут они прям Тоннами-тоннами идут Сердечки Ну у нас дочка Самостоятельный человек Она же сама бизнес свой ведет Не то что мы так сильно помогали Мы немножко с внучкой Вот я сегодня Васила Я хотела сказать У нас внучка хорошо устроилась Она идет на занятия по теннису Ее водитель привозит из школы к тренеру персональному И там есть полчаса до тренировки И ребенок после школы голодный Поэтому я еду туда к этому месту Вот за полчаса до тренировки Привожу ей горячую еду Она быстро ее съедает Там первая, вторая, третья И идет на тренировку Потому что ребенок действительно голодный Дочка тоже перископ У дочки там график напряженный У дочки еще одна дочка маленькая Да Поэтому там будь здоров шороха у нас Геннадий Голивкин Или что это Я не вижу Голивкин, да Головкин Головкин Так что Геннадий, что? Здравствуйте Это он просто поздоровается? Ну, наверное Головкин Светлана, привет Привет А вы кто? Светлана, привет Да Всем привет Ой Что я в жилетке сижу? USA написано Маленькую внучку Как же мы вам покажем внучку? Нет, ну, может быть, когда-нибудь при случае Ну, пусть она выглядит сначала Нечего Пусть она подрастет Да Она еще совсем маленькая На какую камеру снимаете? В данном случае мы снимаем на таблеточку Самсунговскую небольшую Расшн Расшн Да Это русский язык Транслейшн Так что broadcast Останно Останно Спасибо Спасибо Что у нас там дальше Я заметил, вы везде в жилетке Нравятся жилетки? Очень нравятся жилетки Они функциональны Там много-много карманов У меня там батареечки Проводочки Значит, у меня там мочочки Для протирки там оптики И глаз там, если слезы потекут Но я... У меня там сотовый телефон Камера поменьше Камера побольше Ну, давай Вообще, Миша для себя жилетки открыл недавно Относительно недавно Может быть, последние там пару лет Но как-то ему всегда хотелось Но он не знал, что есть жилетки С таким огромным количеством карманов И вот он поискал на интернете Нашел себе охотничью жилетку Ее используют охотники Они складывают Там куча карманов Они складывают туда патроны Там какие-то крючки Там очень много маленьких карманчиков И он ее полюбил стразно И после этого он покупает разные жилетки Для фотографа Для охотника Для военного И там все много разных карманов Не стал Специально ли я Не стал избавляться от русского акцента Нет, я естественным образом У вас есть русский акцент? Ну, имеется в виду, когда мы по-английски говорим Дело в том, что маленькие дети Когда приезжают Лет там Ну, вот наша дочка в 10 приехала И то, может быть, у нее есть акцент А когда маленькие Опа, баттери лоу Ага Баттери лоу Естественным образом заканчивать Ну, хорошо Она нам говорит, что у нас мало батареечки осталось Ладно Значит Может, ее воткнуть куда-нибудь Но Ну, я думаю, что уже пора спать идти Да Пора спать Тем более, что завтра у вас Да Тем более, мне завтра с утра Да Спасибо всем большое, кто нас смотрит Задавайте вопросы про мужа И про семью Я поняла Кстати, про семью и про отношения Есть у меня записанное видео В моем Этому самому Как это называется Плейлисте Плейлисте, да Да Ну, значит Когда в следующий раз Мы не знаем Поскольку это все происходит Спонтанно Спонтанно По наитию Так думаешь Что-то скучно Думаешь А не пойти Не потревожить ли нам Не пойти ли нам в перископ Не пойти ли нам в перископ Да Да, ребята Все Спокойной ночи Кому рабочий день Доброго дня Там американцы нам Высказывали До Вассермана Недалеко Насчет жилеток Что вы себе думаете Тот Вассерман Работал с нашей Софией Она была постановщиком задач А он что-то там такое программировал Она вам про него может многое рассказать Это отдельная история Но, значит На этом Мы с вами прощаемся На этом интригующем сообщении Пусть Вассерман Если будет случай Вы ему скажите Что у нас тут есть София Прамдина Из Одессы Которая была у него Постановщиком задач В конструкторском бюро И она про него может Кое-что рассказать Лучше в это время Сижу на работе Смотрю Твою работу работать надо Да А не кино смотреть Ладно, ребята Значит Мы закрываем Мы закрываем лавочку В виде А я не знаю как В виде остановки Бродкаста Счастливо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова